Пользу от нужных людей в бизнесе трудно переоценить. Причем нужность эту часто нельзя определить иначе, как практически. Это и расширение влияния, и более быстрое внедрение бизнес-процессов, и эффективное решение внешних и внутренних проблем. А бизнес-идеи могут подкидывать и вообще люди, далекие от вашего бизнеса. Так как искать этих нужных людей? Итак, сеть контактов имеет две основные характеристики. Первое – позиционирование себя. Второе – структурированная информация о тех, кто входит в эту сеть. Помните, у вас не будет второго шанса произвести первое впечатление. Большое значение при завязывании контактов играет наша самопрезентация. От нее во многом зависит, насколько эффектным будет наше дальнейшее взаимодействие с новым знакомым. 90% первичных контактов приводят к развитию взаимоотношений между людьми в том случае, если при знакомстве собеседники вызвали друг от друга симпатию. Георг Фельсер в своей книге «Психология потребителей и рекламы» описал шесть факторов или признаков симпатии, влияющих на то, почему другие люди кажутся нам привлекательными. Сходство, близость, социальный обмен, симпатия по отношению к нам, ассоциация с приятными вещами и физическая привлекательность. Чем больше похож на нас человек, тем он нам симпатичнее. Это не означает только физическую похожесть. У такого человека должны быть сходные с вами установки и ценности. К примеру, если незнакомцу нравятся те же фильмы, что и вам, то велика вероятность, что вы отнесетесь к нему с большим расположением. Эффект сходства еще можно объяснить социальным подтверждением. То, что ваше мнение соответствует взглядам другого человека, дает ощущение, что ваша точка зрения вполне уместна. То есть этот человек становится источником социального подтверждения, а ваша собственная компетентность и адекватность благодаря ему становится очевидной. Как и физическая привлекательность, сходство – это один из наиболее часто обсуждаемых факторов симпатии. При этом не всегда понятно, действительно ли сходство является причиной симпатии. Можно доказать и обратную связь. Если человек нам симпатичен, то в дальнейшем мы считаем, что он похож на нас. Можно доказать, что сходство действительно вызывает симпатию, например, когда человек утверждает, что у него такая же точка зрения. Это значение сходства используют в тренингах по продажам. Продавцы знают, что если они будут стараться быть похожими на своего покупателя, то вероятность покупки сильно возрастает. Поэтому продавцов учат обращать внимание на особые характеристики потенциальных покупателей, такие как месторождение или хобби, любимая футбольная команда или вид спорта, и впоследствии указывать на то, что они у них сходны. Все зависит от вашего умения определять такие признаки, например, обращая внимание на мелкие детали, как диалект покупателя или его манера держаться. Вы можете просто демонстрировать их в своем поведении. Психологи в 1974 году провели эксперимент, в котором использовали эффект сходства. В магазине пластинок и магнитофонов нужно было продать средства для чистки головки магнитофона. Когда клиенты подходили с выбранными кассетами к кассе для оплаты, продавец рекламировал это средство. В некоторых случаях он добавлял, что ему нравится такая же музыка, как и покупателям. При этом условия продажи были значительно выше, чем когда этого сходства не было. Шансы на симпатию повышают тот факт, что вы могли родиться в один день. Например, если в процессе переговоров вы выяснили, что ваш оппонент родился с вами в один день, то велика вероятность, что переговоры окончатся успешно. Это работает только до того момента, пока кто-нибудь не укажет человеку на незначительность или несерьезность таких общих признаков. Люди, которые пространственно ближе к друг другу, быстрее завязывают дружбу, чем те, что дальше. Это кажется достаточно очевидным. Если вы работаете в одном бизнес-центре или ходите в один фитнес-клуб, то у вас больше шансов познакомиться и подружиться. Кроме того, люди, находящиеся в одном пространстве, больше схожи по своим убеждениям, семейному положению или предпочтениям. Например, потому что они родом из одного города, принадлежат к одной профессии или ходят в один и тот же университет. Другая причина, вероятно, менее тривиальна. Люди склонны сохранять отношения, когда они находятся ближе друг к другу. Так как существует понимание, что с этим человеком придется часто встречаться и в будущем. Поэтому сохранение добрососедских отношений вполне логично. В одном эксперименте испытуемые должны были выполнить задания под управлением привлекательной руководительницы. Исследование состояло из нескольких частей, так что в течение следующих недель испытуемые должны были встретиться еще два или три раза. Некоторым сообщили, что они познакомятся с новой руководительницей, другими сказали, что они будут работать с той же самой. В конце первой встречи испытуемые должны были оценить, насколько симпатичной они ее считают. Оказывается, что испытуемые считали одного и того же человека более симпатичным, если полагали, что встретят его снова. Ожидание последующей встречи делает человека более симпатичным. И снова закон ответного действия. Упомяну его и здесь и еще раз подчеркну, что, пожалуй, это определяющий фактор успешного нетворкинга. Итак, более благоприятными являются те социальные отношения, в которых взаимный обмен сбалансирован. Мы считаем непривлекательными людей, которые у нас что-нибудь берут и не возвращают. Это утверждение верно и с экономическими, и с интимными отношениями. Но этот эффект распространяется также и на повседневное взаимодействие. Представьте, что вы рассказали много о себе попутчику в поезде, а он, в свою очередь, ничего о себе не сообщает. Покажется ли вам он симпатичным? Уровень откровенности в общении должен быть в какой-то степени сбалансирован. Нам нравятся те, кому нравимся мы. Этот эффект симпатии один из самых сильных и, пожалуй, по своей значимости и влиянию может только сравниться с законом взаимного обмена. Действия, которые разворачиваются в пьесе Шекспира «Много шума из ничего» очень хорошо демонстрируют воздействие этого эффекта. Главные герои пьесы Беатрис и Бенедикт не могут терпеть друг друга и не упускают случая, чтобы поссориться в очередной раз. Друзья-парочки, в виде такое сильное проявление антипатии, решают проучить их и сделать из них пару. Они сообщают Беатрис, что Бенедикт за ее спиной. Отзываются они очень положительно. И наоборот, то же самое сообщают Бенедикту. Без подтверждения этого оба начинают воспринимать симпатию другого к себе как настоящую. И этого оказывается вполне достаточно, чтобы отношения у них наладились. Беатрис дает Бенедикту шанс. Ну, а конец вы знаете и без меня. Если вы при общении с человеком дадите ему понять, что он вам нравится, у вас значительно больше шансов понравиться ему. Самый простой пример. У кого больше шансов вам понравится? У парикмахера, который сделал вам безупречную стрижку, или у полицейского, который только что выписал вам штраф за неправильную парковку? Ассоциация людей с положительными или отрицательными обстоятельствами может привести даже к суеверному поведению. В древности было принято казнить гонца с плохой вестью. А в наше время, по-моему, большинство не жалуют метеорологов, которые, как мне кажется, очень часто промахиваются с прогнозами погоды. Физически привлекательных людей наделяют положительными качествами, считая их более чувствительными, приветливыми, открытыми, интересными, сильными, уравновешенными, скромными, общительными и талантливыми. Окружающих люди уверены, что они обладают хорошим характером, большим статусом, получают лучшее место работы, более счастливы в браке и вообще ведут более полноценную жизнь. Но физически привлекательные люди имеют преимущество не только в глазах других. Они действительно более уверенно чувствуют себя в социуме, лучше владеют навыками межличностного общения, охотнее идут на контакт и более открыты к нему. Благодаря тому, что им приписывают так много положительных качеств, такие люди скорее победят на выборах, им охотнее помогут и они быстрее получат работу, у них даже выше шансы выиграть судебное разбирательство. Реклама постоянно использует физическую привлекательность людей. Во-первых, даже не самому умному человеку понятно, что большинство людей хотели бы быть скорее красивыми, чем уродливыми. Очевидно, что одна из основных потребностей многих потребителей – быть привлекательным. Во-вторых, физически привлекательные люди, несомненно, нравятся другим и они прекрасно пользуются своей привлекательностью, используя ее как инструмент влияния. Им больше доверяют, они более подходят на роль рекламных моделей и иногда их образ используют просто для того, чтобы создать приятный контекст. Вероятно, нашу большую готовность поверить привлекательному человеку можно объяснить и тем, что мы полагаем, что привлекательные люди сами определяют свою судьбу и управляют ей. Это заставляет нас думать, что собственное мнение таких людей не подвержено влиянию, поэтому мы больше им доверяем. Итак, еще раз быстро вспомним факторы, которые помогут вам понравиться собеседнику. Но напомню, что факторы симпатии – это лишь инструменты. Главное, что вы должны помнить и чувствовать в процессе общения – это удовольствие. Удовольствие от процесса общения и искренний интерес к собеседнику. Этого достаточно на начальном этапе, чтобы расположить в себе любого человека. Вы с детства так или иначе занимаетесь нетворкингом, так как независимо от вашего характера и любви к общению, у вас есть друзья, близкие и просто знакомые. Обычно специалисты называют этих людей первый круг знакомств. Заведите мини-картотеку, соберите сведения, какие только можете найти на каждого мало-мальски полезного человека. Отдельно выделите категории родные, коллеги, друзья-подруги, родные, одноклассники, однокурсники, те, с кем вы общаетесь по нерабочим интересам, спорт, хобби и так далее. Может, есть люди, с которыми уже давно не общались. Как у них дела? Что изменилось в их жизни? Чем все эти люди могут быть вам полезны лично? Какой у них круг знакомств? Анализ знакомых ваших знакомых – это второй круг знакомств. Наверняка, если хорошо подумать, можно вычленить среди знакомых ваших знакомых людей, которые могут быть вам в чем-то полезны. Даже чисто теоретически. С ними и надо завязывать личное знакомство. Составьте отдельный список этих людей, попросите людей из первого круга о личном представлении или рекомендации. Так эти люди переместятся из второго круга в первый, и кроме пользы от них вы получите доступ уже к их первому кругу. Расширяя свою собственную сеть личных знакомств, вы не только увеличиваете эффективность, но и приобретаете больший вес в своих близких кругах. А это дорогого стоит, особенно в бизнес-кругах. Как еще расширить круг своих контактов? Профессиональные клубы, курсы повышения квалификации и даже корпоративные мероприятия могут стать отличным полем охоты за нужными людьми. Только подойти к такой охоте надо с выдумкой. На самом деле, если вы открыты к общению, то вы знакомитесь всегда и везде. Возможно, вы сразу и не осознаете пользу от этих контактов, но рано или поздно они помогут оказаться очень полезными. Возможно, вы сразу и не осознаете пользу от этих контактов, но рано или поздно они могут оказаться очень полезными. Не гонитесь за статусом. Иногда знакомство с секретаршей руководителя крупной компании значит больше, чем знакомство с его заместителем. Приведу в пример историю из собственной жизни. Много лет назад я работала программистом в США. Офис моей компании находился в крупном бизнес-центре. Обедали мы обычно в кафетерии на первом этаже. Так как мои коллеги-программисты были не особо разговорчивы, то я периодически подсаживалась за столики к незнакомым людям, и мы болтали ни о чем. В один из таких дней я познакомилась с личным секретарем руководителя очень крупной консалтинговой компании, в которой я мечтала работать. Правда, в момент знакомства я об этом еще не знала. Мы приятно пообщались за обедом, а потом продолжили обедать вместе на протяжении нескольких недель. Совершенно случайно и ни на что не рассчитывая, я обмолвилась о том, как хотела бы работать в этой компании. Она же в ответ предложила назначить интервью непосредственно со своим боссом. Я, конечно, не упустила свой шанс, и через пару недель я поменяла работу. Надо сказать, что позже я узнала, что помощница руководителя не просто назначила интервью для меня, а рекомендовала меня как высококлассного специалиста по продажам. Когда я спросила ее, почему она дала такую рекомендацию, ведь я же ей ничего не продавала, она просто ответила, ты продала себя, и сделаю это очень хорошо. Поверь, мало кому удается заслужить мое расположение. Неиспользование интернета может оказаться самой большой ошибкой для бизнеса любого масштаба. Неправильное использование тоже. Вы пользуетесь какой-либо социальной сетью? А используете ли вы ее для расширения своих контактов? Или вы просто поддерживаете отношения с людьми, которых уже знаете? Если вы сторонник только личных контактов, то вот вам аргумент в пользу виртуальных. Социальные сети развивают слабые поверхностные контакты, но именно они считаются наиболее важными источниками новых знаний. Предполагается, что тесно связанные друг с другом люди знают одну и ту же информацию и не могут сообщить друг другу ничего нового. Слабые связи открывают доступ к самым разнообразным идеям и ресурсам. Среди людей, имеющих схожие с вами интересы, не относящиеся непосредственно к работе, тоже может быть много полезных людей. Спрашивайте их не только о хобби, но и о работе и бизнесе. Вы можете неожиданно наткнуться на такой золотой самородок, о котором даже не подозревали. А всего-то и надо чуть больше, чем обычный нормальный человек интересоваться как этим человеком, так и кругом его знакомств. Как пишет Кейт Ферраци в книге «Никогда не ешьте в одиночку», существуют целые профессии, которые выбирают люди, склонные к налаживанию связи. Это владельцы ресторанов. Рестораторы очень общительные люди. Многие из них проводят много времени в своих заведениях, общаются с постоянными гостями, часто выходят в зал и иногда даже принимают заказы. Они прекрасно понимают, что если вы будете чувствовать себя в их заведении уютно и знать, что хозяин заведения считает вас другом, то вы обязательно будете приходить сюда часто, а еще и приводить своих друзей. Как только вы поближе познакомитесь с хозяином, этот ресторан превратится в очень близкое для вас заведение, станет и частным клубом с характерной для него атмосферой эксклюзивности, и фешенебельности, и в то же время теплым и уютным домом. Представьте, сколько гостей считают хозяина ресторана своим другом. Из-за постоянного потока людей количество связей у такого ресторатора постоянно растет, так что не упустите шанс стать другом ресторатора. Сотрудники кадровых агентств и консультанты по трудоустройству по своей значимости в чем-то схожи с секретаршами. Однако они работают не на одного начальника, а на сотни руководителей компаний в определенной отрасли. Они зарабатывают себе на жизнь, подыскивая кандидатов на разные вакантные должности. Если компания нанимает предложенного ими кандидата, то они получают солидное вознаграждение, которое, как правило, выражается в определенном проценте от заработка этого кандидата за первый год работы. Эти охотники за головами представляют собой интересную смесь коммерсантов и социальных работников. В обслуживаемой ими отрасли они становятся бесценным источником имен и информации. Охотника за головами привлекают две вещи. Либо вы нанимаете его, чтобы он подыскал для вас нужного кандидата, либо вы помогаете ему в его поисках, чтобы выполнить чей-то заказ. Если вы сами ищите работу, то установите контакт с как можно большим количеством кадровых агентств, которые готовы будут предложить работодателям вашу кандидатуру. Как вы можете помочь охотнику за головами? Подключайте свою сеть связи, чтобы помочь им найти нужных людей. Они же помогут вам, когда вам понадобится, предоставив доступ к своей базе контактов. Могу дать еще один совет, который заключается в том, чтобы самому выступить в роли кадрового агентства. Для этого надо постоянно держать в поле зрения тех, кто ищет работу, и тех, кому нужны работники. Если вы помогли этим людям найти друг друга, то они всегда вспомнят о вас, когда в этом вновь возникнет нужда. Хорошо информированные, настойчивые и уверенные в себе лоббисты – это подлинные мастера завязывания полезных контактов. Сам род их деятельности предполагает, что они не понаслышке знакомы с принципами и деталями работы крупных организаций, местных властей и национальных правительств. Их главная цель заключается в том, чтобы склонить политиков проголосовать за законопроект, выгодный тем, чьи интересы они представляют. Как действуют лоббисты? Они часто посещают всевозможные коктейли и ужины, где можно пообщаться с политиками и их оппонентами в непринужденной атмосфере. Несколько более скрытые от посторонних глаз части их жизни проходят в многочасовых телефонных переговорах и в написании писем и обращении к общественности с целью обеспечить поддержку какого-нибудь проекта. Благодаря этому им достаточно просто угодить. Можете ли вы пригласить их на какое-нибудь мероприятие, вызваться добровольно, оказать помощь в проведении какой-нибудь компании, привлечь других волонтеров, познакомить их с потенциальным клиентом. Лоббисты поддерживают контакты с большим количеством весьма влиятельных и преуспевающих людей, которые могут быть полезны и вам. Лица, обеспечивающие финансирование общественных проектов. Они живут по принципу «идти туда, где пахнет деньгами». Они знают, где лежат деньги, что нужно сделать, чтобы их добыть, и, что самое главное, кто готов с ними расстаться. В результате, независимо от того, работают ли эти люди на политическую организацию, университет или некоммерческое объединение, создается впечатление, что они знают всех. А поскольку перед ними стоит незавидная задача каждый день убеждать людей поделиться своими кровными деньгами, то со всеми они должны быть в чрезвычайно хороших отношениях. Такая работа требует самоотречения и зачастую диктуется самыми высокими побуждениями. В связи с этим будет справедливо полагать, что если среди ваших знакомых есть такой деятель, то это может открыть для вас абсолютно новый мир контактов и возможностей. Специалисты по связям с общественностью. Кто-кто, а эти профессионалы знают, как источать поток лести, оказывать давление и умолять журналистов что-нибудь написать о людях, на которых они работают. Взаимоотношения между средствами массовой информации и специалистами по пиар непростые, но, как правило, в конце концов необходимость сводит их вместе, словно родственников. Политики любого уровня – непревзойденные мастера завязывания связей. Им это положено по должности. Они пожимают руки, целуют младенцев, произносят речи и посещают ужины. И все это во имя того, чтобы обеспечить доверие к себе максимального количества избирателей. Статус политика зависит не столько от его богатства, сколько от политического влияния. Любая услуга с вашей стороны, которая поможет помочь ему повлиять на избирателей или способствовать проведению в жизнь его политики, обеспечит вам место в кругу его близких друзей. Что политик может сделать для вас? Представители местных органов власти являются ключом, позволяющим преодолеть различные бюрократические препоны. Успешные политики любого уровня воспринимаются публикой как знаменитости и круг их связей соответствует этому статусу. Как установить с ними контакт? Примите участие в местном общественном или волонтерском проекте. Там вы сможете познакомиться с представителями местных органов власти. Кроме того, в своем окружении вы всегда сможете отыскать молодых политиков, мечтающих подняться вверх по политической лестнице. Если вы познакомитесь с ними еще до того, как они станут знаменитостями и окажете поддержку в их политических начинаниях, то в будущем можете приобрести себе верных друзей. Журналисты обладают большой властью. Любое написанное ими слово может обеспечить фирме успех и превратить никому неизвестного человека в знаменитость. Для них характерна постоянная погоня за сенсацией. Кроме того, у них не так велико самомнение. Лишь немногие из них достигли такого статуса, что стали недоступными для окружающих. Приглашайте их на интересные мероприятия своей компании, рассказывайте им интересные истории, подпитывайте идеями. Вы не заметите, как быстро вырастет ваш круг знакомых журналистов. Таковы семь профессий, будто специально созданных для мастеров восстановления контактов. Познакомьтесь с кем-нибудь из их представителей. Войдите в круг их знакомых и станьте частью их жизни. Выйдите из привычного для себя окружения. Охотьтесь за людьми, которые выглядят и действуют не так, как вы. Черпайте у них идеи. Другими словами, устанавливайте связи сами и берите пример с мастеров этого дела.